Всем привет, с вами Клёва, и прежде чем начать данное видео, хотел бы уточнить, я считаю Dark Souls 2 лучшей в серии Тёмных Душ, но как известно, у всех есть свои недостатки, и пожалуй, не будем тянуть наш антар за хвост, начнем с начальных классов, и тут плохо почти всё. Воин выглядит, пожалуй, неплохо, но вооружен хуже всех остальных, кроме, пожалуй, нищего, но до него мы ещё дойдём, как пример, сравнение воина с мечом и просто голыми руками, разница небольшая. Плюс, это единственный класс, у которого есть щит. Далее, рыцарь, ну разве это рыцарь? Давайте посмотрим на первый Dark. Вот это рыцарь, или третья часть, рыцарь с большой бутвы, даже в Demon's Souls рыцарь выглядит отлично. А здесь, это какая-то пародия, не полный сет сокольника, отсутствие щита, хотя за палаш, пожалуй, можно было бы сказать спасибо, очень неплохой меч, и то он крайне сильно отличается от настоящего палаша, хотя такое оружие в игре есть, но не для нас. Далее мечник, и тут, пожалуй, всё хорошо, хотелось бы, конечно, две сабли, но и так неплохо. Оружие заточено на плюс один, и сет выглядит неплохо. Разбойник выглядит как-то не по разбойничьи, больше похож на шамана, но кто я такой, чтобы судить? Клирик. Финансов хватило только на мантию, остальная одежда, видать, ушла нуждающимся. Колдун. Ничего особенного. О магах поговорим чуть позже. Странник немного необычный класс, карманы набиты полезным и не очень барахлом. Из оружия только зубочистка, но и она куда опаснее того, что дали воину. Нищий. Класс первого уровня, и это худший первый уровень в серии. Вспомним. Первый уровень в Демон Соулс. Дворянин. Колющее оружие. Магия. Плюс восстановление маны. Первый Дарк Соулс. Пирамант. Топор. Щит. Пирамантия. Две ячейки заклинаний. Третий Дарк. Все статы по 10. А это очень неплохо. Плюс неплохая дубина. Что мы имеем во второй части? Ни оружия. Ни щита. Ничего. Еще и статы по 6. Этого конечно хватает, чтобы взять в руки неплохое оружие и рашить им направо и налево. Что в атласах Пирамант и Вор? Их вообще не добавили. И это как по мне большое упущение. Но хватит о атласах. Продолжим. Не будем уходить далеко. Поговорим о магах. Их с каждой новой частью ослабляют. И то что теперь взмахи посохом тратят выносливость это очень плохо. Это был очень неприятный сюрприз. В пвп от магии невероятно легко уходить. Пирамантия больше не такая халявная как в первой части. Конечно, магия стала разнообразней. Порча стала самостоятельной школой. Но это плюсы. О них мы будем говорить в другом видео. От ослабленной магии перейдем к комбовому оружию. А именно, рапире. Это просто трындец. Оно не требовательное к статам. Оно находится в самом начале Эджи. Она хороша как в пвп, так и в пве. С рапирой враги просто превращаются в подушечки для иголок. А если еще и кольцо Орнштейна надеть, то просто тушите свет. Кто-то говорит, что прохождение замагов это изи мод. Что ж, изи мод это прохождение с рапирой. Перейдем к боссам. А именно, преследователю. В целом, задумка вражины, что нас преследует по всей территории, очень хорошая. И это отличный источник мерцающего титанита. Но его слишком мало. За первые часы мы встречаем его примерно 6 раз. Привыкаем, что за каждым углом он может нас ждать. А он не приходит. Да самое НГ+. Он оставляет нас одних. Конечно, Фарлорн пытается страстить наше одиночество. Но у него это получается очень плохо. Далее, самоповторы. Драконий всадник это не босс. Вернее, это просто большое количество душ, которые нам дарят в начале игры. Два всадника в замке это просто разминка перед настоящим боссом. Но их появление в качестве обычных мобов это уже чересчур. Так же поступили и с гибким часовым. Правда, в отличие от всадников, он довольно интересный босс. И его арена устроена очень неплохо, не позволяя нам затягивать битву. Насчет двойных и тройных боссов мне не разделилось. Кто-то считает, что это очень интересный опыт. Для кого-то это головная боль. Я же считаю, что они просто бесят. Два всадника, трое стражей руин, повелитель и стилетов, защитник и смотритель трона, толпа горгулей, лут и зален, странствующий маг и прихожане. Это просто трындец. И сделаны просто ужасно. Из трех ударов защитника трона до цели доходит только один. Хотя, тут жаловаться не на что. Эти ребята очень неплохо дерутся. И при наличии такого количества двойных боссов, Арнштейна оставили в гордом одиночестве. Учитывая, что он хранитель охеренного кольца, его можно было бы сделать посильнее. А то выходит, что рыцарь Хейда с тропьем оказывается намного опаснее. Четверо великих. Если честно, то это четыре разочарования. Демон плавильни гораздо опаснее призрака коммунизма. Учитывая, что по лору, именно этот самый демон является причиной смерти короля. Вполне возможно было сделать его главным боссом. Хотя, там сама локация опаснее старого железного короля. Алонские рыцари хорошо знают свое дело. И берут так качеством, так и количеством. Сила Фреи в пауках ее охраняющих. Но факел в левой руке нейтрализует их. Любимый садерседа ничего не может нам противопоставить. И даже наличие второй головы ей не помогает. Стражи руин способны причинить куда больше вреда, чем грешница. Лишь на НД плюс при поддержке пирамантов она становится немного опаснее. Хотя, тут я придираюсь. Мувсет очень опасный. Бьет быстро, больно и много. Да и размерчик у меча внушает уважение. Гниющий это просто шутка какая-то. Пародия на Нита. Отрубаем руки и кайфуем. Они конечно отрастут, но опаснее он от этого не станет. Пламя на арене конечно мешает, но не сильно. До него тяжелее дойти через плюющиеся статуи, червей переростов и пиявок. Я уж промолчу про путь долготель и гигантов с дедулей. Его делал человек, который ненавидит весь рот клюстой. И так постепенно переходим к локациям. Помойка. Это локация, которую можно пробежать за несколько минут. Но там слишком много полезных вещей, за которые с нами будут биться местные бомжи, насекомые, фауны. Каждая статуя в нас будет плевать ядом. Здесь нас может убить абсолютно все, включая нашу собственную криворукость. И каждый раз приходится делать выбор. Промчаться к ветер или собирать все, рискуя померить от яда или вражьей стали. Храм Аманы. Тут хочется вспомнить слова Михаила Задорного. Это зубная боль в сердце. Со всех сторон летят стрелы души. Под водой непонятные амфибии. И шанс провалиться под воду. Про жуков, ломающих снаряжение, и говорить не хочется. Хотя после 500 часов ЭДЖИ эта локация проходится быстро. Но первые наши встречи трудно забыть. Впрочем, о ломающемся снаряжении. Это отдельная тема. И говорить об этом не хочется. Слишком уж дорого его чинить. Особенно кольца. Дарья – подвижность. И без этого параметра было бы неплохо. Ведь теперь приходится тратить уровни на его прокачку. Ведь без него Эстус будет питься как Уртсус. А у вороты будут давать меньше неуязвимости. Конечно, уровни в воде растут невероятно быстро. Но и требования к оружию или чарам немаленькие. Конечно, можно играть не прекращивая подвижность. Но на практике этого не проверял. И последняя по списку, но не по значению. Ароматная ветвь булова. И долбаные окаменелости. Ветки найти довольно просто. Просто какой смысл ставить такое количество статуй? Одна статуя скрывает от нас целую локацию. Но за это мы получаем Учителя Пиромантии. Другая скрывает продавца магии и оружие за души боссов. Еще две прячут. Остолки Эстуса и возможность сменить пол. Столько по мне бесполезная херня. Одна статуя прячет ключ от пернатого кузнеца. Еще одна перекрывает путь к стражам руин. Перечислять можно еще много. Но я не буду. На этом я пожалуй закончил. Если понравилось данное видео, можете поставить ему лайк. Если есть что добавить, напишите комментарий. Не хотите пропустить новое видео? Подпишитесь. И пусть все у вас будет клево.